Семью разводными мостами. С этими мостами связано очень много интересных историй. Одна из них касается математика Эйлера. Пройдя однажды по этим мостам, он придумал такую задачу. Как пройти по семи мостам Кёнигсберга? Не на мост мы сейчас и подходим. Только в августе 44-го года английская авиация разбомбила и этот мост, и центр Кёнигсберга. А мы сейчас проходим под его штат, как и территории трех городов, застраивался очень грамотно. И если строилось промышленное предприятие, то рядом с ним обязательно дома для рабочих. Эти дома вы сейчас увидите в предприятии. Вот такие рестораны, как удобно, видите, с правой стороны. А мы сейчас подходим к еще одному бывшему немецкому мосту. Он называется Высокий. И рядом с ним, с правой стороны, вы можете увидеть небольшую старинную башенку смотрителя. Увидеть строительство огромной площадки для стадиона к мировому чемпионату по футболу 2018 года. А мы с вами поворачиваем, и с правой стороны перед нами остров. До войны он назывался Ломзе, то есть заволоченное место. Сегодня это остров октябрьский, на котором одну-два бокала и уже пьянели. Вот таких пьяных студентов ожидало наказание. Их сразу подбирали, ввели в одно из помещений университета. И там подвергали телесному наказанию розгами, которые предварительно замачивались в соленой воде. После этого, конечно, не очень хотелось пить пиво, ну и другие спиртные напитки. И вот не то что уживаются и гармонируют друг с другом, как здания 14 века, так и современные. А мы сейчас с вами вновь поворачиваем к Найпхофу, к городу-острову. И нам открывается восточная часть кафедрального собора. Это княжеская усыпь. Он назывался Патраховый. И его парапет украшен, как будто бы чешуйками рыб. А рядом светлое огромное здание бывшей торговой европейской биржи. Она была построена в середине 19 века. И знаменитый архитектор Мюллер использовал при ее строительстве нетипичные для Восточной Пруссии архитектурные стили. Флорентийский ренессанс с элементами классицизма. Перед входом в биржу можно увидеть скульптуры двух львов. Они в лапах держат два щита. На одном из этих щитов был герб Кёнигсберга, а на втором купеческой гильдии Кнайпхофа. Вот они, эти красивые львы. А мы с вами идем под эстакадным мостом, который был построен в 1972 году. И сразу с правой стороны побои точки Мирового океана. Наша Калининградская область дала миру четырех космонавтов. Вот имя одного из них, Виктора Пацаева, вы видите, в пийские страны. А также дольше всех других своих собратьев находилась похода в подводном соседе. А также мы с вами подходим еще к одному мосту. Это двухъярусный мост. По первому движутся автомобили, а по второму проложено железнодорожное полотно, которое соединяет наш Калининградский анклав с Большой Россией. А также с соседними государствами Белоруссии, Украиной, Литвой, Польшей, Германией. Этот мост не разводится в разные стороны, а он, подобно лифту, поднимается вверх по двум стеллам на высоту до 27 метров. Вот вчера ночью этот мост разводили. Он вошел и в историю советского к наводу, значит, сюда подойдет большой рыболовный траулер. Это очевидно. Как с правой, так и с левой стороны можно увидеть множество предприятий. А также слева такое заправочное судно «Вологда». Это танкер, который заправляет продукт танкеров. Наша Калининградская область богата водными артериями. У нас множество рек, озер, заливов, каналов. И главная водная артерия – это Балтийское море. И поэтому наличие вот такого малотоннажного водного транспорта, который вы видите с правой стороны, это вполне нормальное явление. На любой речке, на любом озере мы можем увидеть эти катера. Маленькие, большие яхты, катамараны. И, конечно же, все они используются для отдыха на воде. Это самый хороший отдых, как считают специалисты. Вот сейчас мы видим перед нами, поворачивает вот перед нами еще один танкер. Он называется «Байкал». Вот этот танкер заправляет пресной водой суда, которые уходят в дальнее плавание. Вот здесь вы можете увидеть не только отечественные яхты, например, но и иностранные. Зачастую приходят сюда. А также туристический маленький пароходик «Алина». А на берегу, с правой стороны, вы видите маленькое такое неказистое зданице. Это бывший речной вокзал. Сегодня на нем даже написано «Риверпорт Овка-Ленинград». Но сегодня здесь вы не увидите, кроме ремонтников, практически ни одного человека. Потому что до перестройки здесь толпился народ с утра до позднего вечера. Потому что именно отсюда начинался туристический маршрут до города Гданьска. Гданьск – это бывший немецкий город Гданцык. И вот отсюда утром на теплоходах, которые назывались ракеты, метеоры, наши калининградцы отправлялись в Гданьск. Полтора часа ходу в аду.